Если вы просмотрели наше вступительное видео о интернете, то мы вас оставили на самом захватывающем моменте по поводу интернета и намекнули о том, что существует система протоколов. Ну и давайте поговорим о первом из этих протоколов, который включает в себя интернет. И самое интересное то, что сперва мы рассмотрим так называемый интернет протокол, который обычно просто носит имя IP. Итак, интернет, как говорилось ранее, является взаимосвязанной сетью. То есть, интернет сплетен из множества разных сетей, которые взаимодействуют и согласовываются и как-то общаются между собой. И что я имею ввиду, говоря фразу «как-то»? Ну, для соединения сетей существует интернет протокол. Он диктует то, как информация будет передаваться из точки A в точку B. Это такой набор условий подсоединения сети к интернету, которые согласовываются с последующим протоколом, когда необходимо переместить информацию из точки A в точку B. И в самом конце видео про основы интернета я показывал вам вот это изображение того, что представляет собой интернет. И в мелком масштабе это все выглядит, возможно, довольно точно. Тут типа показаны три компьютерные сети, которые общаются друг с другом. Но это может ввести в заблуждение. И причина такого заблуждения может быть в том, что если у вас будет только эти сети, для удобства давайте удалим мы все остальные сети и сфокусируемся только на этих сетях, то это будет обманчивое представление интернета, поскольку здесь предполагается, что все эти три сети соединяются между собой. Один соединяется с двойкой, два соединяется с тройкой, а три соединяется с единицей. И когда я говорю о соединении в данном случае, то я имею ввиду физическое проводное соединение. Но у нас есть еще беспроводное соединение. Но знаете, непрактично передавать данные беспроводным способом на довольно большие расстояния. И на данном этапе мы имеем дело с проводными технологиями. Телефонными кабелями, оптоволоконными кабелями, различными технологиями, при помощи которых физически соединяется точка A с точкой B. И при маленьких масштабах, возможно, это все выглядит вполне аккуратно. Но если такая схема становится больше, и представим сейчас, что у нас есть шесть различных сетей. И если это правда, то у нас соединения будут выглядеть вот таким образом, где каждая сеть будет соединена с каждой другой сетью. И если вы посмотрите сюда, то заметите, что каждая сеть имеет пять стрелок, соединяющих ее с другими сетями. И все соединяется между собой. И у нас здесь только шесть сетей, и сколько же нам это нужно проложить кабелей для соединения всех сетей? И знаете, интернет состоит намного больше, чем из шести сетей. Мы не можем позволить себе тянуть кабель от одной сети к каждой другой сети, особенно когда эти сети находятся за океанами, не так ли? Если вы попытаетесь соединиться с сетью в Азии или в Европе, то вы должны тянуть кабель через весь океан. И вот поэтому нам нужно использовать кабели только в некоторых точках, поскольку мы хотим минимизировать количество используемых кабелей. Мы не хотим тянуть миллион кабелей через весь океан, потому что прокладка каждого кабеля обходится в миллионы долларов. И в конце концов, у нас не будет больше возможности нормально пользоваться интернетом. И у нас должен быть другой способ в каждой сети общаться с каждой другой сетью или делать так, чтобы можно было некие части интернета безболезненно отсоединить от остального интернета. И это то, чего мы сейчас хотим. И нам не нужно, чтобы все сети между собой соединились при помощи кабелей. И вот здесь свою роль уже играют роутеры или маршрутизаторы. Мы можем использовать роутеры в следующий способ. Что если вместо физического соединения каждой сети друг с другом, у нас были бы некоторые промежуточные части, где сети соединялись бы в эти промежуточные звенья, которые бы соединяли вместе несколько сетей. И вместо того, чтобы одна сеть соединялась с другими сетями номер 2, 3, 4, 5, 6, возможно, первая сеть подключалась бы к роутеру, который, возможно, соединял не только с одной или двумя сетями, но также, возможно, соединял с другими роутерами, которые также могли соединить нас с другими сетями. И работа роутера заключается в том, что он содержит информацию, называемой таблицей маршрутизатора или роутера, которая диктует то, куда я могу перейти, если увижу особый IP-адрес. Если я вижу IP-адрес, начинающийся с 12-ки, то я должен перейти вот сюда. Нам, например, уже не нужно подсоединяться физически к сетям номер 4 или номер 12. Мы просто, в общем-то, знаем, куда хотим перейти. И если вы обо всем этом подумаете, как о подобной концепции рекурсии, которую мы обсуждали, когда рассматривали ее при изучении языка C, то здесь я не собираюсь соединять вас точно с той точкой, куда вы хотите перейти. Я просто перемещаю вас на шаг ближе, к той точке, куда вы хотите перейти. И я позволяю кому-то еще взять на себя оставшуюся часть нашей проблемы. Я просто беру на себя лишь небольшую часть проблемы и отдаю на откуп решение этой проблемы кому-нибудь еще. Маршрутизация информации, по сути своей, похожа на рекурсию. Если эта концепция вам понятна, то, возможно, эта аналогия вам поможет. Итак, давайте заново посмотрим на этот пример сетевых технологий и предположим, что мы используем те же самые 6 сетей от 1 до 6. И давайте предположим, что каждый IP-адрес сети номер 1 начинается с 1 точка и что-то там такое. Короче, допустим, что там есть некоторые вещи, которые позволяют нам соединять все с сетью номер 1. Нас сейчас больше заботит то, как все эти сети соединяются в интернете. Итак, каждое устройство, подключенное к сети номер 1, имеет IP-адрес, начинающийся с 1 точка и потом идут три остальные числа. Это вообще-то обобщение того, как все работает в интернете. Конечно, более аккуратнее, чем это. Но главное дать вам общее представление того, как же работает интернет-протокол. Вот вам схема, которая у нас была ранее. И это была система вообще неприемлемая для работы. Даже при 6 сетях. Но если у нас было бы 10 или 20 или 50 сетей, то мы должны были бы проложить кучу кабелей. И 50 сетей даже не является верхушкой айсберга того, сколько же всего сетей существует в мире. Короче, эта модель вообще неприемлема. И мы не можем ее придерживаться. Итак, вместо этой схемы преобразуем эту модель так, чтобы убрать отсюда все эти провода между сетями и добавим роутеров. И вот эти желтые квадратики представляют собой роутеры. Их работа заключается в том, чтобы передать информацию поближе к тому месту, куда мы предполагаем дойти. И возможно, эти соединения позволяют вот так подключиться к сетям. И также, возможно, это таблицы подключения, которые были построены в этих роутерах. Если мы посмотрим на сеть, например, номер 1, то по сути, что здесь говорится? Что если я увижу адрес, который не начинается с одного? И здесь вы можете увидеть восклицательный знак и единицу. И вот этот восклицательный знак и единица означает то, что мы отходим от единицы и переходим к роутеру. И вот после этого роутер может принять решение. Роутер говорит, если я вижу 1, то я перемещаюсь к сети номер 1. И вот, эта зеленая стрелка направлена влево от этого левого верхнего квадрата. Если я вижу 2, то стрелка направлена от верхнего правого квадрата к фиолетовой сети. Если я вижу IP-адрес, начинающийся с 2, то я собираюсь перейти к сети номер 2. Если я вижу номера 3, 4, 5 или 6, вот здесь стрелка исходит из верхнего левого роутера, то это значит, что я не могу напрямую присоединиться к номерам 3, 4, 5 или 6. Но я знаю кого-то, кто ближе находится к тем сетям. Итак, я собираюсь сказать следующее. Каждый раз, как я вижу IP-адрес, начинающийся на числа 3, 4, 5 или 6, то я отсылаю это все к вот этому роутеру. И я перемещусь немного ближе туда, куда предполагалось добраться. И я позволю тому роутеру взять на себя оставшуюся часть проблемы. И как вы можете увидеть, если вы захотите взять паузу вот здесь и все отследить, то вы доберетесь до других точек в сети, где бы вы ни находились. Все 6 сетей могут до сих пор подключаться к каждой другой сети. Но при этом физически они больше не подключаются. У них есть вот эти связующие шаги. Конечно, минусом здесь является потеря скорости, не так ли? Если номер один был бы напрямую соединен с номером 6, то нам бы пришлось пройти через два роутера. А так у нас существует возможность сделать соединение немного более быстрым. Но нас может не устроиться на такого решения, не так ли? Знаете, очень дорого обходится в долларах и центах стоимость того, чтобы все эти сети подключались физически при помощи кабеля. И пускай у нас упадет немного скорость, но это не будет такой трагедией. Как-то это все мы переживем. И снова в данном примере мы только что обсуждали, что ни одна сеть не должна иметь прямого подключения ко всем остальным сетям. Но есть вариант подключения напрямую. Возможно, например, мы могли бы соединить сеть 1 и 2 напрямую. И это все. Пускай это было бы на крайний случай. Знаете, некоторые сети физически соединяются с другими сетями, но нет такого, чтобы все сети соединялись друг с другом. Они подключаются через роутеры, как это было в недавнем примере. И они обеспечивают общение от точки A к точке B. И на маленьких масштабах, таких как мы обсуждали вот здесь, вот эта конфигурация может быть не такой эффективной, чем подключение напрямую при помощи кабеля. Но при больших масштабах эта вся система сетей работает значительно лучше. Это действительно позволяет уменьшить стоимость нашей сетевой инфраструктуры при помощи вот таких связующих роутеров, чья работа заключается в передаче трафика от отправителя к получателю, от точки A к точке B. И это решение получше, чем соединять все при помощи кабеля. И давайте посмотрим, например, передачи информации, используя этот интернет протокол. Давайте скажем, что я физически размещен по IP адресу 1.208.12.37. То есть я существую где-то по сети номер 1. И я хочу отослать сообщение вам. И вы находитесь в сети номер 5 по адресу 5.188.109.14. Ваш IP адрес здесь по сути не имеет разницы, но в данном примере мы рассматриваем и обобщаем то, как действует интернет протокол. Вы находитесь в сети номер 5, а я нахожусь в сети номер 1. И как вы можете заметить, мы вовсе не подключены друг к другу напрямую. Итак, начнем. Я хочу отослать вам сообщение. И таким образом я передаю это сообщение роутеру. Роутер, подключенный к первой сети, имеет свой IP адрес. И мы говорим ему, куда хотим перейти. Типа мы собираемся перейти по адресу 5.что-то там. Итак, я сейчас собираюсь начать использовать мой роутер. А лучше сказать, я начну использовать таблицу роутера, чтобы передать информацию дальше. Он видит, что 5 не является единицей, и что здесь говорится, что нужно передать сообщение вот этому парню. И тогда этот роутер должен принять решение, куда я собираюсь идти дальше. Ну, это не единица, значит я не собираюсь переходить куда-то в сети номер 1. И это также не 2. И я не собираюсь переходить к сети номер 2. Тут все начинается с 5. Я не подключаюсь к 5 напрямую, говорит этот роутер. И я собираюсь передать эти данные дальше вниз по этому пути, где находятся адреса начинающиеся, стройки, четверки, пятерки и шестерки. И позволю тем ребятам обработать эту информацию. И теперь я стал ближе к тому месту, куда стремился перейти. Я знаю, что предполагается переход в общем направлении, но теперь эта часть уже работает с моим переходом. Окей. Вот так выглядит эта часть. И этот роутер говорит, ладно, этот IP адрес начинается с 5. Ну, я могу подключиться напрямую к сетям номер 3 и 6. И поэтому я не могу доставить ваши сообщения напрямую туда, куда вам нужно перейти. Но вот есть другой роутер, вот там. И я знаю, что он отсылает информацию дальше сетям 4 и 5. И работает с ними. И таким образом мы переходим дальше вдоль этого пути. И потом этот роутер говорит, ну я подключен к сетям 4 и 5. И да, я могу помочь вам. И берет ваш IP адрес, начинающийся с пятерки. И говорит, я передам это все сети номер 5. И пятая сеть сделает свою работу до конца и выдаст вам необходимое сообщение. И таким образом мы успешно передали сообщение от меня к вам. Используя для этого интернет протокол. И снова замечу, мы все обобщенно показали при помощи этой иллюстрации. Что же здесь происходит? Но по сути, вот так и работает интернет протокол. Роутеры обобщенно знают, куда это отослать. И пересылает пошагово это по всему пути, становясь все ближе и ближе к месту назначения, пока не достигнут роутера, который физически подключен к сети. Или адресу, или еще к чему-то там. То есть к тому, к чему вы хотите подключиться и отдает тогда ваш запрос ему. И замечу, что в общем, это могут быть действительно маленькие, очень маленькие сообщения. Вы не можете отсылать вот такие большие куски данных. Если я отсылаю вам электронный адрес, довольно длинный имейл. И здесь я не собираюсь брать весь ваш имейл, укладывать его в такой типа шар, или упаковку, или типа того, и передавать весь этот материал дальше по сети. Прежде всего, пересылка информации по сети довольно дорогая штука. И она должна быть согласованных размеров. И огромные куски информации становятся более дорогими при каждом шаге своего движения. И если как-то это все замедлится, и потом этот гигантский кусок массива данных... А знаете, это подобно тому, как вы несетесь по шоссе, и вдруг перед вами возникает гигантский грузовик, который блокирует ваши движения. И вы не можете никуда свернуть на другую полосу, поскольку они все заняты. И это замедляет каждую машину, идущую позади вас. Но вот маленькие авто иногда имеют возможность маневрировать и проскочить дальше. Я думаю, эта аналогия поможет вам понять мою мысль. Таким образом, один большой блок информации в системе может действительно замедлить всех в этой системе. И что делает IP, так это разбивает эти данные на пакеты. Если мне отсылается большое письмо по электронке или файл через FTP, или возможно я запрашиваю веб-браузер показать картинку с котиком, то тогда берется этот запрос электронного письма или файла и разбивается на множество маленьких частей и отсылается все эти части отдельно друг от друга. Это подобно шоссе, которое заполнено множеством мелких авто, которые могут быстро перемещаться между собой. И здесь нет большого грузовика, который если что поломается, то заблокирует дорожные движения для всех. И существует еще один побочный эффект, который случается, когда происходит катастрофа или если с той частью, которую вы отсылаете, произойдет что-то не так и этот пакет будет пропущен. Если что-то испортится, то это сообщение не может быть прочитано. Роутер, возможно, слишком много будет всего принимать и не сможет удержать всю информацию. И просто случайно ее утратит. Вот такая вот аналогия. Многие вещи происходят здесь и постоянно передается информация от точки A к точке B. И у нас не два человека на весь интернет. И здесь происходит свой постоянный процесс с увеличением трафика. И если у сети нет достаточных возможностей, и она не представляет, что делать и дальше, то возможно потеря некоторых данных при перегрузке сети. И знаете, может что-то с ними произойти, поскольку бывает проходит очень слишком много данных. Если у нас было сообщение отправлено как один большой блок, и оно было утеряно, и нам приходится заново отправлять это сообщение, то мы снова, возможно, рискуем столкнуться с проблемами трафика, и вот тогда у нас реально появляется риск того, что этот большой блок информации обратно отпадет и потеряется. Но вот если вы разобьете свои данные на пакеты, и один из них где-то потеряется, то это намного меньше ущерб, просто переслать заново один пакет данных, напротивовес тому, чтобы пересылать весь массив данных за один раз. Итак, IP ответственны за получение информации от точки A к точке B. И также дробление этой информации на мелкие кусочки, чтобы не слишком перегружать всю сеть. IP также известен как протокол без установления соединения. Здесь не обязательно определять путь от отправителя к получателю или наоборот. И сейчас в том примере, который мы обсуждали, существует только один способ добраться до каждой сети. В этой особой иллюстрации был действительно определен путь от точки A к точке B. Но мы можем изменить этот путь, сделав одну модификацию двух роутеров. Например, вот здесь слева добавил просто одно условие в таблице роутеров. И сейчас вы замечаете, что верхний левый роутер имеет две возможности подключаться к сетям с IP-адресами, начинающимися на 4 и 5. И мы можем перейти вниз к левому нижнему роутеру или можем перейти вправо к правому роутеру, а потом далее вниз. У нас есть множество вариантов. И это довольно хорошая вещь, поскольку это делает нашу сеть более быстро реагирующей. Если, например, взять тот же самый GPS. Если вы когда-либо неслись по шоссе, и вдруг ваш GPS предостерегал о заторах впереди, то вы старались его избежать, если это было возможно. И вы тогда делали перерасчет своего маршрута. И таблица роутера, или, извините, точнее, сеть, в дополнение к уже имеющейся информации по поводу того, куда должны отправляться пакеты данных, имеет такой себе общий импульс того положения, в каком находится та или иная локальная сеть. То есть, что произойдет, если я отправлю данные по вот этому пути, в противоположность этому пути. То есть, проверяется межсетевое соединение, свободный или перегруженный трафик, и, возможно, не стоит перемещаться по вот этому неэффективному пути, поскольку, если мы пойдем по обычному пути, то можем попасть в перегруженный трафик. И, по аналогии с шоссе, мы можем попасть в большие пробки. И, возможно, вместо этого нам стоит, как бы, свернуть на некую проселочную дорогу, которая, хоть обычно и занимает побольше времени, и все стараются просто так не использовать объездные пути, но в этой ситуации это лучший вариант. Таким же образом происходит и с пакетами данных. И не каждый пакет большого объема данных может пройти тем же самым путем от начала до конца. И наша сеть становится намного более быстро реагирующей, если наши таблицы роутера позволяют нам несколько вариантов перехода к необходимой точке. Мы уже типа не зависим от грузовика на нашем пути. Мы можем свернуть с шоссе на следующем повороте и поехать по другому пути. Интернет-протокол ведет себя таким же самым образом. И вот это основа интернет-протокола. Но есть еще одно замечание, с которым мы можем столкнуться. Что будет, если мы потеряем пакет данных? Как мы узнаем, что нам нужно заново переслать потерявшийся пакет данных? Ну, интернет-протокол не гарантирует доставку информации. Мы зависим от другого протокола, с которым приходится работать, и который называется протокол управления передачей, или TCP, Transmission Control Protocol. И мы обсудим Transmission Control Protocol в следующем видео. Я Дак Ллойд и это CS50.